добрый день дорогие подписчики зрители канала попал я на мотоблоке в небольшую аварию при проведении сельскохозяйственных работ влетел соскочил короче в канаву ударился ударился стартером в металл металл вмялся чуть-чуть и поломал мне решетку решетку поломал мне вентилятор сразу я заглушил но уже было поздно естественно что поздно и умудрился я сломать эти лопасти пытался ездить так вообще невозможно вибрацию сразу усилилась потому что понятно что нейроне дисбаланс возникает и вибрация звон какой-то очень неприятно и на только на низких оборотах можно еще как-то право было работать но нет чем искал искал у нас нашел такие какую-то замену этому вентилятору ну вроде по по модели подходит для веема в общем сейчас буду менять я уже разбирал ее вынимал поломала лопасти все лопасти вот эти вот но частично что-то съела что-то поломала разобрал лопасти повынимал но толку уже не было слишком нарушился неравномерный баланс лопастей естественно что вибрация усилилась усилилась даже на руле чувствуется при повышении оборотов новый вентилятор стоит порядка 10 белорусских рублей все думал заказывать свинска там еще откуда но в итоге нашел у местных продавцов же чтобы поменять вентилятор нужно снимать кожуха вот я вот это на это не рассчитывал я думал сейчас быстренько тут перекину и все сделаешь такое дтп получилась у нас на мотоблоке застрекотала залепетала сразу и потом до колопасти сидела немал когда пришел к продавцу игру так и так нужно такое вентилятор охлаждения они такой у нас не будет потом пошел это вот нашел у нас такое вообще не покупают получается никто ни разу что ли не умудрился сломать охлаждение я единственный судя по всему легко сломать очень легко просто в канаву кульнуться мордой не удержать мотоблок и чтобы был удар в переднюю часть она видно что вот она примята после ремонта хочу откультивировать участок свой огород так она так легко снимается я думаю будет сложнее вот обрывки мои моего старого вентилятора так шутка это большой ключ на 27 как его надо заблокироваться как на передачу поставить ну за год выглядит мой старый вентилятор заводской от веем и поломала его всего было по выламывала камень и слегка мяло эту часть здесь подняла вы короче нормально пришлось вот подмена которая продается для двигателей вейма скажу что по моему отлично все выглядит да все все выступы все совпадает все в свои гнезда садится да все идеально стало все по языке все стало на место все зафиксировалась все максимально подходящий не ожидал думал с этим будет какая-то все же проблема такой мелкий простенький ремонт за 10 рублей белорусских вроде как все даже еще одна лопаст осталась на память которую не сразу нашел на а тут несколько лопастей тут их раскидала по пазикам ну шикарно все еще даже беленькая стала еще красивее стал мотоборта чем был до этого был до этого невзрачный каким-то черным охлаждением некрасивый был сейчас стал беленький на выставку можно давать часть срезала которые срезать не смогла поломала вот такое вот счастье так дальше вот у кого кнопка отломалась тоже многих отломалась я когда поначалу пользовался кнопкой потом она быстро буквально там за несколько месяцев теперь просто болтается так изначально она стартер стоит завода вот так таком положении ты заводить ту сторону много раз было такое что не хватало мне размаха потому что вечно поставишь мотоблок то ли близко к зданию то ли еще куда-то и получался ну определенные минусы в этом есть минусы в том что размах идет назад и сзади что-то мешает да и наклейка некрасиво стоит весь наклейка веемые вверх ногами после того когда я сломал вентилятор я не не глядя по наклейке просто прикрутил ее в таком положении чтобы наклеечка была ровно ну не рассматривая там просто просто прикрутил и все а потом уже осознала то что стартер ручка стартера находится в этой часть но поначалу думал надо на место ставить а сейчас понял что как-то даже и неплохо опираешься рукой бак либо об этом глушитель местом холодный а бак опираешься и получается завод идет вверх не назад где кто-нибудь в этот момент находится а вверх то есть мне с моим ростом оказалось достаточно неплохо если здесь он стоит тебе надо постоянно его когда тянешь вот в этом положении первоначальном как он раньше стоял мне приходилось постоянно пригибаться чтобы веревка не терлась об кольцо а втулка бы где-то вот в этом подать таким углом горизонтальной земле короче называйтесь то сейчас вот поставила и так и наверное пока что так и оставлю попробую оказалось весьма недурно заводишь вверх правда конечно если вы ростом допустим чуть меньше чем я то наверное возможно будет неудобно но как вариант после перестановки оказалось достаточно удобно но только что до приходится даже не получается даже своим ростом приходится вверх так немножко даже на носочки приподниматься чуть-чуть но зато никому сзади авторец не зарядить вечно зато там ребенок пройдет собака и кто-нибудь жена и можно случайно ударить жена вообще обидится скажи специально я оправдывайся потому что ты же заводил мотоблок они блин они ждал пока жена рядом пройдет так это мне все болтается в принципе по большому счету я поначалу думал вот тахометр тахометр оказался тахометр это особо и не нужен с моими работами небольшими масло менять раз сезон тахометр особый не нужен для этого так все отделе сейчас будем поделывать пуск посмотрим по вибрации окрасывания немножко проехался чтобы вспомнить как она вибрирует руках сейчас сравню с тем что получилось вот такой тоже получается пуск а ю про передачу забыл сплошные нарушения техники запасность вибрации на руле определенно стало меньше ездит с таким вентилятором нельзя ладно если было я же не в первый раз в канаву скажем так и в березу заезжая ну там березы фильтром умудрился они скорее всего еще после первого раза моего слегка причесались после второго боже более сильного уже сломались так сейчас фрезеровать будем так но после ремонта мы сейчас про фрезеруем или прокультивируем как угодно почему не парни не перепахиваю не хочу лень это у меня если не ошибаюсь рапс то ли растет или не растет в этом году очень сухо было и рапс как-то вот на жаре особый и не захотел расти я посадил это я рапс в июне месяца ну как-то вот так он наверное сейчас просто фрезерую все не буду заморачиваться и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Потому что когда разворачиваешься, он выбрасывает его Ну, либо вдоль ложится Допустим, рапс тот же Даже тяжело Фрезе этой Она чувствуется какой-то Рапс толстый, стебель Очень толстый такой, в мизинец Даже чуть больше Это первый момент Вот по фрезе, что ай-яй-яй, плохо землю, плохо Ну, да, земля пышноватая становится Безусловно, но на зиму пойдет По сорняку, с сорняком она Не делает ничего такого Чтобы он потом взорвался В виде огромного роста И много-много-много-много Своих последователей Так, это первое Второе Охлаждение работает Прямо работает отлично Ну, оно и родное Так же работало До момента, пока не сломал Ну, вот идешь И прямо обдует тебя Теплым воздухом Я, честно сказать Не обращал в первый раз внимания Ну, наверное, и тогда же Так же и было Обдув этот работал Горячий Я изначально начал Как-то беспокоиться Думаю Это ехать куда-то надо За охлаждением МТЗ А потом же Это двигатель Это же охлаждение двигателя Двигатель 188F Дфиз-П То есть, там и туда, и туда Оно ставится Это охлаждение То есть, пластиковое Здесь с рублей Все отлично работает Как долго проработать Не знаю Развалится или нет Не знаю Ну, на вид На ощупь Пластик хороший Не скажу, что плохой Нормально И иду На полфрезы Там, ну, чуть больше фрезы Думаю, чтобы с нахлестом И то умудряются Вот Где рапс растет Кое-где остаются Дычки эти стоят И даже вот Не срезанные Не разрезанные Не нашинкованные А просто Как стояли Так и стоят Вот и все Так что Фреза По сути является Обычным культиватором Не является она Как Этим самым Мясорубкой Которая перемолит Все на свете Я вспомнил Что хотел добавить Люди спрашивали Потянет ли фреза Потянет ли Девятисильный Мотоблок Эту фрезу Я не знаю Все зависит от Местности Где вы собираете Использовать Ну, у меня Вот сейчас Правда Земля Ну, влажноватая Ну, как Ну, не настолько Чтобы она Была водонасыщена Вот по Рапсу Даже приходится Нажимать часто Сцепление Чтобы двигатель Опять набрал обороты Начинает тухнуть Начинает Не хватать ему силы Я не знаю Можно сказать Что это Веемая 13-сильная На самом деле Не 13-сильная А слабее Ну, даже если Она 9-сильная Вот она уже Не тянет То есть Хонда 9-сильная Ну, не верю Чтобы 9-сильный Двигатель Мог работать Спокойно С этой фрезой Во влажной Какой-то среде В почве Если вам Взрыхлить Вот уже Здесь вот Где готовая Вот не по Условно Целине Здесь не пахалось Ничего То есть Только в июне Месяце Бараной Прошелся Потом засадил Рапс И все С тех пор Она не трогалась Если здесь То да Если уже Обработанную Землю А если Чуть больше На нагрузки То уже Не хватает Сил Мотоблоку Мотоблоку Не мотоблоку А двигателю То есть Ему бы добавить Тут Не 13 А 15 Сделать бы То есть Ну Я не знаю Потянет ли коробка Нагрузку Увеличенную нагрузку Но было бы Значительно Конечно Эффективнее Лучше Для работы С фрезой Вообще Шикарно Было То есть 2-3 лошади Куда-то Надо Вернуть Поставить Мотоблоку 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 Не освоил Я еще Достаточно Хорошо Плуг Чтобы Браться За него А силы Он забирает Много Особенно Когда ты Еще Не Квалифицированный Работник Работы В этом году Очень Много Без этого Без повышения Квалификации По сельскохозяйственной Работе Кстати Вот Проезжал Мимо Тракторист Спрашиваю Сколько Будет Перепахать Он Как раз Занимается На ЮМЗ По-моему На ЮМЗике Ездит И занимается Шабашит Короче Сколько Вот Вот это Гагородик Тут Где-то Грубо 10 соток Наверное Тут От силы Даже Ну Меньше Ну Рублей 60 Белорусских То есть Это Прядка Где-то Если В российских Рублях Это 1700 Наверное Ну Что-то Мне показалось Многовато Ну Да Не Ну Тут Работа Это Сколько Я Не знаю Не буду Вталкиваю Разбираться О чем На чем Сформирована Цена Ну Как бы 60 рублей Для меня Было Многовато Думаю Ладно Доберусь Сделаю Отремонтируем Мотоблок И Профрезерую Ну Вот Я не знаю Насколько Вот 60 рублей Для Восьми соток Нормальная Цена Или нет Без понятия Правильно Техника Тяжелая Техника Не нравится Не ешь Как говорится Ну Вот Я и не ел Все Отфрезеровали Все Хорошо Как я уже повторюсь Врезание Не перемалывает В кашу В смузи Не делает Все Вот Она Как Вот Эти Вот К примеру Ну Вот Рапс Хоть ты Опять Саде Корень Целый Волосики На концах Листья Все Все Хорошо Вот Полностью Выкопался Рапс Выкопался Не поломался Не Не Раздробился Не Пошинковался И Такого Добра Это Здесь Навало То есть Наверное По Правильному Надо было Скосить А потом Отфрезеровать Ну Как Просто Чтобы Насыть Из земли Это Начан Прорастет Ну Хай Растет Я Как бы Сам Перед собой Свою функцию Выполнил К зиме Подготовился В виде Этого Культивированного Огорода На Этом Все По Урожайности Я конечно Вердиктом Один Жесткий Если Вы Проворонили Посадку Картошки Если У вас Вы Подошли К Концу Мая Начало Июня Лучше Даже Не Связывайте С Картошкой Да В этом Году Говорят Картошка Не Очень Удалась У Людей Но Не Настолько Ж 80% Мелочи Я Понимаю Что Конечно И Урожайность В этом Году Слабая У Многих Людей Кто Говорил Об Это У кого Я спрашивал Ну И Мой Прокол Это Очень Поздняя Посадка Картошка Просто Не Успела Вырасти Ну Это Эксперимент Был Условный Эксперимент Все